Мы гуляем по вечерней Венеции Вот помпезный памятник первому королю объединенной Италии Виктору Эммануеву Много символики, мало искусства В церкви Сан-Видал идет репетиция концерта Церковь Святого Моисея Интересно, что в Венеции канонизировали дохристианских деятелей Ну, очень пышный фасад 17 века Тут вот бюст Винценсо Финни Это был нувориш, который хотел увековечить свое имя и дал деньги на фасад Ставить статую живым людям не разрешалось А вот сделать свой бюст как часть декоративного украшения фасада Это пожалуйста Тяжелы твои Венеции уборы В кипаристых рамах зеркала Воздух твой граненый В спальнях тают горы Голубого дряхлого стекла Голубого дряхлого стекла Голубого дряхлого стекла Голубого дряхлого стекла Это колонны зарисованы Холодный ветер от лагуны Гондол безмолвная гроба Я в эту ночь больной и юный Простер у львиного столба Какая прелесть! А ты хотел на пароход? На башне с песнею чугунной Гиганты бьют полночный час Мар утопил в лагуне лунной Узорный свой иконостас Мы плывем на так называемом тендере к нашему теплоходу А вот это большое здание там вдали это отнюдь не здание Это наш теплоход и есть И вот он уже при свете дня Мы покидаем нашу уютную Эквинокс и переезжаем в гостиницу Возле церкви Санта-Апостоль Ох, какая колокольник! Зоба осаны Здесь древности на каждом шагу Вот Сирениссима и Лев Святого Марка Но мы тоже не лыком сшиты и накануне примерно вот так же катались в гондоле Сейчас мы выходим к памятнику отцу итальянской комедии Карло Гольдони Отец заставлял его заниматься юриспруденцией, а он несколько раз удирал с театральными труппами Там он и познакомился изнутри с классической комедией Дель Арте Писал он не только по-итальянски, но и на венецианском диалекте В пьесах была импровизация, прекрасная музыка Бальтазаре Голуппи Но потом Гольдони уехал во Францию, стал директором итальянской комедии Во время революции потерял все, что было нажито и умер в бедности Мост Риальто до середины 19 века это был единственный мост через Большой канал И вот его предшественник на картине Карпаччо, это конец 15 века Его, кстати, показывает Петр Вайль в своем фильме, но Вайль пользуется альбом А мы снимали эту картину в галерее Мост Риальто там же и по сути такой же, как был при Карпаччо Только теперь он каменный, а при нем был деревянный Что же до куртизанок, то этого сервиса, как сервиса вообще, в Венеции хватало Документы свидетельствуют, что в один из периодов на 200 тысяч населения Этих самых куртизанок было 11 тысяч Еще Вайль говорит, что вот это здание когда-то расписали Джорджоне и Тициан, но от росписи ничего не осталось А там у тебя где-то вылетел? Нет, в Мост Риальто, сам все Тут народ и ходит Здесь единственный небольшой участок, где можно идти вдоль канала Раньше Мост Риальто был разводной, и суда проходили А вот когда поставили этот каменный, большим судам пришлось разгружаться здесь, потому что дальше хода уже не было О, старинная Каримфская колонна Какой савра на камне написано Запиши, я Мы выходим на Кампо Манин Март 1848 года, юрист Даниэль Манин встает во главе восстания против австрийского владычества Венецианцы провозглашают республику Сан-Марко Австрийцы не смогли взять город и начали осаду Именно тогда впервые применили дальнобойную артиллерию Именно тогда были первые бомбардировки с воздуха Австрийцы кидали гранаты с аэростатов Республика продержалась больше года, но потом началась холера Манину пришлось сдать город маршалу Радецкому В тот же день жена его умерла от холеры, а сам Манин был выслан из Венеции Здание прокуратуры С этого балкона Манин объявил, Венеция будет сопротивляться любой ценой А вот памятник другому деятелю того же восстания республики Сан-Марко Николо Томасео, писатель и лингвист В начале 1848 года его вместе с Манином бросили в тюрьму за выступление против цензуры За свободу прессы Но в Австрии началась революция, их пришлось выпустить И Николо Томасео вошел в кабинет Манино в Венецианской республике Потом его вместе с Манином выслали из Венеции на Корфу Переместившись на гондоле во времена Карпаччо На землю твердую вступаешь с некоторым сожалением Если бы не одно обстоятельство Выходишь в Венецию Переместившись на гондоле во времена Карпаччо Переместившись на гондоле во времена Карпаччо